Расскажи после техники, в которой у тебя что-то изменилось. У меня как внутри тепло, я ощущаю тепло в груди, где у меня вырастал этот огонек. Пошло тепло, то есть там в физическом уровне пошли изменения, так, а что еще интересно, а какое-то понимание, сознание, состояние, эмоции, чувства, ты можешь, кроме тепла, состояние твое, оно тебе как легко, тебе более радостно, тебе как-то спокойно. Что, представляете, я радостная, я счастливая. Тебе нравится такое состояние? Да, очень. Хочешь, чтобы чаще оно было? Да, очень. Тебе зависит, будешь практиковать, будет, нет, не будет. Все счастье только внутри нас. Тебе понравилось? Очень. Здорово. Поаплодируйте. Так, вторую счету, длитесь, давайте, сейчас я расскажу, что происходит с теми, кто не делится. Ну, ваше состояние, действительно, во-первых, со всеми все хорошо. Да, везде. Давай. Давай, как бы. У меня, ну, это у меня образы, у меня образы как бы все время идут, но тут, как бы, у меня все классно, вот свет, все супер. Я вижу люди, которые входят в этот свет, они тоже становятся светлыми в этом свете, потом они идут уже как бы своей дорогой, ну, как бы все, ну, уже такие, как они хотят. Кто-то более светлые, кто-то, ну, в любом случае, они более светлые. Свет такой хороший, сильный, я чувствую связь. Но, но, я вижу три темные, такие сильные фигуры, и я думаю, я не знаю, что делать, думаю, если они, если они пройдут, ну, смогут, и они забирают. Они проходят очень темные, они забирают, я вижу, как бы дырки, дырки в этом свете, я думаю, что и чего теперь делать. И, я прошу, ну, можно их как-то заполнить, как бы, оно заполняется, но не полностью, как бы, такого света уже нет, но я понимаю, что, вот я ставлю установку, ну, все, что очень темное, оно, ну, я вижу, что оно истощает, оно не проходит. То есть, просто не проходит, я просто, ну, все, они отталкиваются, я не пускаю. Ну, как опыт, что ли, то есть, ну, вот, вот такое. Слушай, это шикарно. Смотри, что, вот, очень важная вещь, давай расскажем, пока тогда, Оль, не выключай, но нет, или нет. Знаете, какая штука происходит? Здесь нужны определенные деструктивные силы, это вот темные условно, для того, чтобы, опять же, это для тех людей, которые еще не вышли на другой уровень сознания, и их подталкивают эти деструктивные силы, и совсем осветлять нам здесь пространство, пока, да, это лишнее, это даже ни к чему. То есть, мы что делаем? То есть, если они пошли, они прошли и пошли своей дорогой, мы их не трогаем, у них своя миссия, у них свое дело тут, спецзадание, мы уважаем их пространство и то, что они делают, зачем-то они здесь нужны, во всем из высших замысел. А мы просто, действительно, ты правильно все интуитивно сделала, ты просто просишь, чтобы тебе добавили энергии именно под эту задачу, чтобы вокруг тебя это пространство моментально восстанавливалось. То есть, как бы дополнительный ресурс для того, чтобы, ну, мы будем работать с духовными кураторами, со своими ангелами-хранителями, с наставниками, для того, чтобы они вот помогали вот этот процесс сделать, чтобы ты чувствовал, что ты не одна это делаешь, а с тобой еще армия вот этих высших существ, которые тебе помогают. Так что интуитивно ты справилась, ты сделала шикарно все. Молодец. Это действительно робот. Да, это шикарно. И вот у меня, у меня люди не задевались. Ага. Вот свет есть, а люди не задеваются. Нормально, это тоже нормальный процесс. Ты ходишь просто и все. Да, да, да. Наша задача сначала выправить себя. Как будто вот так, да. Наша задача сделать себя светлым и вот ходить и, говорю, научиться вот этому постоянному состоянию. То есть мы сейчас, условно говоря, учимся плавать. Только плавать в чем? Кстати, все умеют плавать в море? Нет. Посмотрите, сколько много, да. А кто умеет, да, в пространстве энергоинформационном плавать в позитиве? Я тоже. Научимся. Научимся. Я вам расскажу техники, когда... Я вообще выкладывала сетях, да, как представлять, кто-то боится страха. Кстати, у кого есть страх плавать на глубине, завтра его отработаем, завтра будем в страхе. Во-во-во-во-во-во-во. Видите, как здорово? Практика будет во всем разгаре. Это раз, а во-вторых, действительно, потихоньку научитесь. Но наша главная задача научиться плавать вот этого энергетического космоса. И всегда уметь хорошо плавать. Если кто-то тонет, спасать. Если кто-то хочет сам тонуть, не хочет вашего спасения, пусть тонет. Ну, как бы ни казалось это, да, как я говорю, да, ну, значит, так оно и нужно. Нужно разрешение человека на это, да, ну, по крайней мере, а иногда, иногда и не надо. Если детки неразумные, то можно, знаете, все-таки спасти. Глядишь, одумается. Так, ну что, молодцы. Да, еще раз аплодисменты себе. А, давайте еще, может, кто-то кончится, что-то важно. Да, Саша, прости. Я здесь представила вообще, что ты мне здесь есть. У меня шарик этот маленький, да. Так, так. А себя, как, сейчас, на свой слез. Рентгеновский снимок, короче говоря. Как? И вот он, когда раскручивается, то есть все белое становится. Потом этот шар, то есть людей я не видел. Ага. Но он как сверху автобанок. Ага. Ага. А там машины были. Вот, летел. Потом шар больше, и я в нем. Потом дома где-то на уровне, на высоте, ну, примерно, как вот самолет. Высота круга, 400 метров. Ага, ага. А слева, когда я уходил уже, как бы, в себя, все-таки черные тени были, вот, с левой стороны и внизу. Отлично. Понятно, правильно. Нормально, нормально. Я говорю, наша задача не всех осветлять. Почему? У каждого своя задача. Каждый человек в свое время созреет. Мы, если каждого мы будем выдергивать и расти родной, да, вот он растет, цветок, это расти быстрее, да. Ты рассказал. Почему я увидел лоб твоего друга? Умер, да? Ну, это запиши, это какой-то важный для тебя знак, послание какое-то. Я его тут мудраком буду. Ну, зачем ты, вот, почему ты тебе это показывал? Ну, ты запиши. У меня что-то жены. Есть такое? Да нет, я его пустил. Ну, зачем ты это нужно? Будет видно подсознательно. Ну, в общем, знаешь, как, на всякий случай может это распространяться, у тебя общая программа на кого-то другого. Запиши ее. То есть сейчас это пришел образ, вам будет постоянно приходить техника в образы, как некая пазл для разгадки каких-то задач. И эти вот необычные все пазлы, то код пришел, то еще чего-то у вас, да, то это все это мы записываем. Почему я говорю, нужен дневник хороший, и все мы туда прописываем. Так, вам дали тоже вот эти методички, на обратной стороне вы можете эти все знаки пазлы прописывать. Отлично, очень хорошо. А можно мне рассказать свой образ? Давай, давай, Светочка. Когда я рассказала то, что я чувствовала, вот, я стою, я как бы в лесу, и у меня внутри вот этот шарик оранжевый такой растет, и он горячий. И я сразу почувствовала тепло в груди, вот, и как будто он расплывается, и как капельками касается на людей, которые проходят мимо меня, там, моих родственников, моих друзей, вот. И я смотрю на небо, и такой творец смотрит на меня и улыбается, что типа ты делаешь правильно. Мало того, что действительно мы приносим огромную пользу космосу, и все, кто вот здесь собрались, не просто так, друзья, мы вас собрали, мы все миссионеры. Здесь так мало нас такие, которые гармонизируют осознанно и правильно наше пространство. Вы работаете, мы, вот, мне есть хорошая поговорка, ну, моя, как это, подпись в статусе, совершенствуйте мир через себя. Мы совершенствуем себя, и это, как побочный эффект, мы совершенствуем наше пространство и нашу точку вот в этом космосе пространства. Потому что Земля сейчас, на самом деле, она находится в достаточно токсичном состоянии, в форме энергоинформационном, потому что много негатива исходит от людей, много людей в негативных эгрегорах, деструктивных, и, соответственно, от нас исходит вот эта токсическая низкая вибрационная энергетика, да, которая, ну, заражает или как отравляет пространство космоса. А вот мы, это такой спецназ, мы со специальным заданием, и не просто так, еще раз говорю, вас сюда привели, вы научаетесь тем, ну, что же, что я так вот так рел, это, серьезно говорю, все у меня выходят, вот, ко мне просто так, я думаю, что мне такие вот люди приходят, они все хотят, всех развивать, хотят помогать, хотят это, на одной волне им, отзывается та информация энергетика, которую я несу, а это просто мы договорились заранее там, там, да, и вы уже все, я вас обучила, дала вам эти инструменты, вы готовы уже дальше нести эту миссию. Это миссия на Земле, наконец-то сделать наше вот это пространство чистым, гармоничным, в резонанс тех вибраций выше, которые сейчас на нас спускаются, пятого уровня вибраций. Поэтому, друзья мои, с этого момента вы должны себя вот так грудь вперед. спецназ космический, да, привет, вы можете к нам присоединиться, реально, хочется такое состояние чувствовать? А? Ну, все, вот, разрешите себе и пошли, и несем гордо. Мне одна девочка что-то рассказала, а, у ней была такая дилемма, интересный сейчас еще вот один момент, что когда мама ее все время хочет, она не видит ее, то есть человек, психолог развивается, но она пока не умеет этим зарабатывать денег. То есть она вот больше бесплатно, туда-сюда, а для мамы, для ее мамы это не является показателем успешности в нашем обществе, статус, да, денег нету, над чем ты занимаешься вообще, фигней. Это такая была у ней задача, заноза сидела внутри по самооценке. Но когда я рассказала, что она миссионер, космический спецназ, мама не в курсе вообще, мама просто забылась тут вообще, маме еще нужно образовывать, да? И когда она ощутила вот это состояние, и как раз выключается та программа чувства вины по отношению то, что лояльности к маме, а как же мама такая вот, я не осуществила ее ожидания. Помните про это? Вообще мы кому-то что-то должны развить кому-то? Кроме как себе, кармически, эволюционно никому. Вот, и она, собственно говоря, спокойно выключила эту программу, только осознанием и включила новую, миссионерство. Представьте, масштаб какой. Размера космоса. Это я не говорю, что планета даже наша. Размера космоса. Какой масштаб. Сейчас мурашки идут. Все, она вот так выпрямляла. Деньги пошли. Вот и все. Представляете, как мы себе перекрываем вот эти все программы. То есть потихонечку все пошло. Так, ну что, сейчас... А что это с теми, кто не говорил? Че? Это же я расскажу потом, что кто молчит и не говорит, то что с теми будет. А-а-а, давай расскажу. Молодец. Еще одну историю потом, да, в очередь через черепитие расскажу. Надо про Эдарь. Значит, смотрите, какая штука. Когда люди жадничают вот этими внутренними... Ну, жадничают от чего? Разные, да? Страх что-то сказать. Они так поймут. Ну, какие там программы вот у кого... Кстати, а кто боится вот высказывать? Давайте руки поднимите, честно, я признайте. Это, что она боится, наверное. В рядах первых рассказывать, молодец. Вот это шикарно. Вот браво. Давайте поаплодируем. Потому что она... Она боится, но она идет в зону, значит, ближайшего развития. Выходит из зоны комфорта и тем самым, наоборот, прорабатывает сразу быстро программу. Вот она делает очень правильно. Берите с ней пример. Молодая, красивая. Представляете, какая она веселая. Вы знаете, какой человек. Какие у нее вибрации. Да вообще. Это же чудо. А если вам еще узнать, что эта семья пережила и что пережил этот человек, вам всем станет стыдно. Между прочим. Что? Потому что люди пережили... Ну, если захотят, вы подойдете, они расскажут. Достаточно серьезных событий в жизни по поводу светлого здоровья. И вы, если видели, что Света ходит особенно. Но я надеюсь, что Светочка уже, да, 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 внутри-то бегает, как метеор, да, как волшебница, туда-сюда, туда-сюда, туда-сюда. Приехали сюда, ходят в горы сама. То есть это вот человек, который, душа очень сильная выбрала это тело. Не просто так под задачей. Это серьезная такая задача на себя взяла. И так стремительно развивается. Это аплодисменты. Сейчас мы как раз на перекинем. Молодец, ага, здорово. Вот, то есть наша задача... А, что будет с этими? Значит, что делается? Когда люди только потребляют... То есть что делать? Когда кто-то рассказывает, он, получается, отдает опыт, свои ощущения. Энергия уходит и исходит из этого человека. Он в отдаче. Да? А другой только сидит, что делает-то? Принимает. А где отдача? Где вот это выполнение закона гармонии? Отдал, получил. То есть получается, как клетка, которая только кушает. Ну, сами выбирайте, какой клеткой вам будет. Люблю!